С самого начала было понятно, что на этой сессии депутаты будут рассматривать все накопившиеся вопросы, чтобы на отдых не пришлось уходить с недоведенными до конца делами. Эмоционально напряженная обстановка также была объяснима. В народном собрании предстояла ратификация важного для страны документа – соглашения по ИКЦ. Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по введению необходимых оперативных и кримулистических учетов, по формированию введения специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, правная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации, по сбору, обобщению, анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, по содействию, в осуществлении межгосударственного розыска и выдачи, и скрывающиеся от уголовного преследования или исполнения приговора. После действия и реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющие угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации. В документе прописано, чем должен заниматься Центр. Аслан Кубахья пояснил депутатам, что внести изменения в соглашение – непростая процедура, и уж тем более без ратификации парламентом это невозможно будет сделать. Любые изменения, точка, запятая, оно должно быть ратифицировано парламентом. И то постановление, который, проект постановления, который парламент подготовил, оно соответствует позиции Министерства внутренних дел, да и политического руководства страны. Я убедил. С мнением министра внутренних дел депутат Рауль Лолуа не согласился. Принимать кардинальные меры для реанимирования правоохранительной системы, безусловно, нужно, считает депутат. Однако и КЦ, по его словам, здесь не помощник. Взаимодействия и координация должны быть осмысленными, содержательными, последовательными, а главное – системными в полной мере отвечать интересами обоих стран. Для меня абсолютно неприемлемый подход, который применяется в партизанской войне. Главное – ввязаться в бой, а там посмотрим и прорвемся. Подход этот, бывает, приводит, конечно, к желаемому результату. Но государство – не партизанский отряд. И подобные эксперименты чреваты множественными рисками и угроз. По мнению Лолуа, текст соглашения очень размыт, и в нем отсутствуют многие важные пункты. Также у него вызывает вопрос и неограниченный иммунитет, которым будет наделен сотрудник КЦ. Мнение депутата разделили многие его коллеги. Так о чем все-таки идет речь? О несистемности? О создании некого межгосударственного органа с непонятным целеполаганием или еще более непонятным прикладным выходом? Такой вот последовательностью криминалам победить, мягко говоря, будет очень затруднительно. Многие народные избранники уверены, и КЦ – единственно верный выход в сложившейся ситуации. Те решения, которые мы принимаем коллегиально, я думаю, коллегиально это означает, что мы все должны друг друга слышать. И вешать на самом деле вот так вот ярлыки, и выносить это на улицу, тем более, как раз вы знаете состояние улицы сегодня. И наша первая сегодня задача, чтобы привести к какому-то умиротворению в обществе, и не в последнюю очередь, естественно, решать проблемы государства. Но если мы будем просто, еще раз говорю, спекулировать этим, мы далеко не пойдем. Несмотря на то, что на сессии присутствовал весь состав парламента, в голосовании приняли участие 34 депутата. 23 из них поддержали создание КЦ, 9 депутатов проголосовали против, двое воздержались. Далее народные избранники ратифицировали еще одно Абхазо-Российское соглашение. На сей раз из области здравоохранения. Его они обсуждали очень подробно, ведь в документе идет речь о вопросах обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. По соответствующей заявке, ежемесячно через РУП Абхазформацию будет осуществлять приобретение лекарственных препаратов. По данным Министерства соцобеспечения, в нашей стране около 7 тысяч инвалидов разной категории. В этот список входят и инвалиды детства, и инвалиды Великой Отечественной войны. Мы в августе месяце, что касается Минздрава, мы со своей стороны свою часть работы выполнили и выполним в полном объеме. Депутатов интересовали причины, по которым число инвалидов в нашей стране до сих пор не названо точно, а реестр не приведен в порядок. Министр пояснил, это прерогатива других ведомств. И по имеющейся информации, до конца августа Министерство соцобеспечения и фонд инвалидов эту работу завершат. Депутаты единогласно поддержали начинание двух ведомств. И перешли к обсуждению поправок к закону об энергетике, включенного в повестку дня буквально перед началом заседания. Электроэнергетика находилась с государственной собственностью, и это очень приоритетно на данном этапе. Поэтому я считаю, что этот закон нам нужно принимать в таком виде, в котором мы произвели изменения. Мнение коллеги депутаты не разделили. Считаю, что документ необходимо доработать. И только после этого его можно будет обсуждать. Мы вместе с этим документом, будьте добры, пусть несут нам справку, такую серьезную, основательную, где глубокий анализ состояния отрасли и введение специалистов, как из этой проблемы выйти. Тогда вместе с законом нам очень легко будет принимать эти решения. Глава Черномор-Энерго, приглашенный на обсуждение с депутатами, категорически не согласен. Аслан Басария считает, что документ нужно принять безотлагательно, так как это вопрос национальной безопасности. Самая главная, самая основная вещь и основной дух закона заключается в том, что впервые за современную историю Абхазии электроэнергетика, как отрасль, стратегически важная, закрепляется в вертикально интегрированной структуре. Постоянный представитель президента в парламенте солидарен с теми, кто считает необходимым отложить рассмотрение вопроса. По словам Дмитрия Шамба, отдельные пункты документа вмешиваются в концептуальные вопросы, регулируемые президентом Абхазии. Более того, законопроект не дает ответы на многие вопросы, а некоторые его пункты и вовсе противоречат друг другу. Статья 6, которая определяет полномочия кабинета министров, отдельные пункты вторгаются в конституционную компетенцию президента. Кабинет министров никак не может формировать единую государственную политику. Ее формирует только лишь президент, а кабинет министров ее реализует. В ходе обсуждения также выяснилось, что контрольная палата не давала своего заключения на документ. Представленные поправки они увидели лишь сегодня. И для того, чтобы высказать свое мнение, контрольная палата должна его изучить. В соответствии с законом о контрольной палате, он, во-первых, уже прошел процедуру первого чтения, и речь идет о втором чтении. То есть мы его вообще не видели, сегодня получили. То есть считаю, что необходимо в соответствии с законом о контрольной палате заключение на данный законопроект должен быть. После долгого эмоционального обсуждения депутаты решили рассмотреть документ в четырех чтениях. Сегодня проголосовали за второе, уточнив, что к следующему обсуждению все технические недочеты будут исправлены. Далее депутаты определили составы межпарламентских комиссий по сотрудничеству с Госдумой, Советом Федерации, Ассамблеей государств-участников сообщества за демократию и права народов, Южно-Российской парламентской ассоциации. На заседании были избраны также три представителя парламента в сертификационной комиссии. И напоследок депутаты рассмотрели кадровый вопрос. На должность доместителя председателя арбитражного суда Абхазии была предложена кандидатура Игоря Заранди. Многолетний опыт работа в адвокатуре, а затем и в арбитражном суде убедила парламентариев в надежности соискателя. Народные избранники тайным голосованием одобрили кандидата единогласно. На этом повестка дня заключительного заседания весенней сессии была исчерпана. Следующее состоится не раньше осени. Согласно регламенту депутаты ушли на каникулы до 6 сентября.